Есть то, что называется коммуникация от Европейской комиссии 12 мая, то, что называется institutional blueprint. Европейская комиссия предложила инструмент выполнения этих самых обязательств не в добровольном и в одностороннем порядке, а как раз инструмент принуждения стран в будущем для того, чтобы они выполняли все-таки принятые на себя обязательства выполнения мастерских критериев. В частности, Европейская комиссия предложила рассмотрение бюджетов стран еврозоны на этапе до принятия бюджета, когда одни страны еврозоны будут рассматривать бюджеты других стран еврозоны, до того, как уже слишком поздно эти бюджеты приняты. Европейская комиссия предлагает автоматически приостанавливать расходы бюджета ЕС в тех странах, которые нарушают мастерских критерий. Это, на самом деле, достаточно сильные стимулы для политиков. Возможно, и они окажутся недостаточными, но, тем не менее, это большой шаг вперед. Кроме того, тот стабилизационный фонд, который был создан, в том числе и с участием МВФ, это фактически такой переход некоторых стран еврозоны в позицию должников МВФ. Вы помните, в 90-е годы часто говорили, что МВФ, давая деньги России, обуславливает эти деньги реструктуризацией российской экономики. Это такой способ действий МВФ. И этот способ действий, этот модус операнди теперь применяется странным членам еврозоны, включая Грецию. И деньги, которые даются Греции, сейчас они даются просто так, потому что нет времени, но уже деньги, которые будут даваться через месяц или через год, будут обуславливаться структурными реформами. Действительно, в Греции и в других слабых членах еврозоны есть огромные структурные проблемы, о которых говорил Олег Вячеславович. И с этими структурными проблемами Греции придется справиться, если она не хочет объявить дефолт и не хочет начать панику, которая ничему хорошему не приведет. Поэтому, на самом деле, есть обнадеживающие явления, которые могут помочь им надеяться на то, что после сегодняшней острой фазы кризиса ситуация изменится, в том числе и со структурной точки зрения. Еще несколько обнадеживающих факторов. Это, во-первых, действительно добровольные и односторонние сокращения государственных расходов, которые предприняли целый ряд стран, как слабые, включая Испанию, Португалию и Италию, не говоря же о Греции, так и сильные, включая Германию. Кроме того, появление новых инструментов, которые стал использовать Европейский Центральный Банк, в том числе и покупку и продажу облигаций стран, продажу облигаций сильных стран, покупку облигаций слабых стран, с тем, чтобы создать ликвидный рынок облигаций стран еврозоны в момент кризиса, когда этот рынок замерз. Кроме того, я бы хотел сказать, что действительно ослабление евро, которое уже происходит, и возможно будет продолжаться дальше, и курс 1.1 не является невозможным, как и курс 1.1 не является невозможным. Напомню вам, что сейчас рынок исходит из того, что мы думаем, что долги этих стран такие, как они есть. Но у нас были неприятные сюрпризы раньше. Выяснилось, что некоторые страны прятали свои долги. Если мы обнаружим еще такие сюрпризы, то евро может ослабеть и дальше. Кроме того, могут быть другие неприятные сюрпризы, связанные с тем, что парламенты каких-то стран отвергнут те предложения по сокращению дефицита и госрасходов в странах, которые сейчас обсуждаются. Тогда евро может упасть и дальше. Но в этом нет ничего страшного. Ослабление евро приведет к повышению конкурентоспособности европейских экспортеров, и тем самым экономика еврозоны будет расти быстрее. Это скорее неприятный сюрприз для российских экспортеров и российских конкурентов европейского импорта. Напомню, еврозона – крупнейший торговый партнер России. И, конечно, для российских предприятий плохие новости из Европы и ослабление евро – это, конечно, плохой сигнал. И тем не менее, для еврозоны и для сохранения еврозоны – это, конечно, хорошая новость.